В транссерфинге есть такое понятие, как фрейли души. Это неповторимый набор параметров души каждого человека. Фрейли души человека – это его индивидуальная, характерная только ему частота. Фрейли одного человека отличается от фрейли другого так же, как различаются формы снежинок, которые всегда неповторимы. Фрейли характеризует индивидуальную сущность души человека, вы можете описать характер, привычки, манеры, облик знакомого человека, но за всеми этими характеристиками стоит один интегральный образ, который вам понятен без слов. Вот эту индивидуальную сущность, которая понятна без слов, автор транссерфинга Вадим Зиланд и называет фрейли. Наверное, вам встречались люди, обладающие необъяснимым обаянием. Что удивительно, они даже могут иметь непривлекательную внешность. Однако стоит такому человеку заговорить, как вы сразу забываете о его физических недостатках и целиком поддаетесь очарованию. На вопрос, в чем заключается секрет обаяния, обычно говорят, в нем что-то есть. Другого объяснения не находятся. Такие люди встречаются нечасто. Отличительным признаком таких личностей является особенная красота и обаяние, идущая как бы из глубины души. Это не кукольная штампованная красота. Вы это сразу определите. Кукольная красота всего лишь внешне отвечает требованиям установленных стандартов. Так вот, с точки зрения фрейли, секрет обаятельной красоты заключается даже не в том, что человек обладает какими-то особыми душевными качествами. Парадокс в том, что так называемой душевной красоты не существует. А есть лишь гармония отношений души и разума. Если человек сам себя не любит, недоволен собой, занимается нелюбимым делом, если его разум находится в смятении, в разладе с душой, тогда он не может обладать обаятельной красотой. Любой конфликт души и разума отражается на внешности и характере человека. Если же человек доволен собой, любит себя, живет с удовольствием, занимается любимым делом, тогда из него как бы исходит внутренний свет. Это означает, что разум настроился на фрейли души. Единство души и разума отождествляет мысленную энергию человека с природой внешнего намерения. Удовлетворенность с собой или гармония отношений души и разума тоже порождает нечто подобное. Душевный комфорт зажигает внутренний свет, который напоминает душе об ее истинной природе. Поэтому красота гармонии воспринимаются людьми как обаяние или душевная красота. Фрейли проявляется в виде хобби, увлечений, всего, что делается с любовью и охотой. Часто струны фрейли длительное время молчат. Иногда случается, что какой-нибудь знак заставляет струну зазвенеть. Это может быть как бы невзначай брошенное замечание, которое почему-то западает в душу. Или что-либо увиденное, сразу затягивающее душу каким-то особым магнетизмом. Смутно осознаваемое влечение вскоре проявляет себя вновь и вновь. Это работает внешнее намерение души. Но поскольку это смутное влечение души, то и внешнее намерение работает нецеленаправленно. Необходимо прислушиваться к велениям души, чтобы подхватить их разумом. Тогда можно поймать внешнее намерение и довольно быстро получить желаемое. Что же мешает разуму наладить отношения с душой? Это то, что мы уже обсуждали во многих роликах. Маятники. Они навязывают людям ложные цели и ценности. Именно маятники устанавливают стандарты красоты, успеха и благополучия. Внутренняя и внешняя важность заставляют человека сравнивать себя с этими стандартами. Естественно, разум находит кучу недостатков и начинает себя, а значит и душу, активно ненавидеть. Он примеряет на себя всевозможные маски, пытается подогнать фрейли под установленные стандарты. Как правило, ничего хорошего из этого не получается. В результате разлад души и разума еще больше усугубляется. Разум устремляется на поиски сокровищ куда угодно, только не к своей душе. Маятники зазывают громко и соблазнительно, а душа лишь тихо и робко пытается заявить о своих способностях. Часто разум не слушает душу, а старается переделать фрейли. В итоге душа и разум сходятся в неприязи своего мнимого несовершенства. Внешнее намерение незамедлительно переносит человека на линии жизни, где неприятие еще больше усугубляется, поскольку несовершенство материализуется в буквальном смысле. Вместо того, чтобы использовать драгоценную уникальность своего фрейли, человек слепо бьется о стекло, следуя за чужим успехом. Выражая недовольство собой, человек никогда не попадет на линии жизни, где он с собой доволен. Параметры его излучения удовлетворяют как раз тем линиям жизни, где причин для недовольства будет еще больше. Надо убедить свой разум в том, что его душа достойна любви в самую первую очередь. Сначала нужно полюбить себя, а уж потом обращать внимание на достоинства других. Не надо путать любовь к себе с самовлюбленностью, самодовольством. Самодовольство порождается возвышением себя над другими и создает опаснейший, избыточный потенциал. Любить себя – это значит принимать свою уникальность и принимать себя как есть, со всеми расхождениями, с установленными стандартами. Ваша любовь к себе не должна иметь никаких условий, иначе она превратится в избыточный потенциал. Если человек зашел далеко в борьбе со своим фрейли, ему трудно будет просто так взять и полюбить себя. Человек может подумать, как же я могу себя полюбить, ведь я себе не нравлюсь. Посмотрите, какая позиция разума. Я себя люблю, если я себе нравлюсь. Это чистейший избыточный потенциал, рожденный повышенной внутренней и внешней важностью. Внешняя важность в том, что установленные кем-то стандарты являются для меня непреложной истиной. Подумайте, не слишком ли я высоко ценю чужие достоинства. Внутренняя важность в том, что я заставляю себя следовать чужим стандартам. Но спросите себя, а кто сказал, что я хуже их? Не слишком ли занижена моя самооценка? Чтобы полюбить себя, столкните с пьедестала внешнюю важность и перестаньте поклоняться чужим стандартам. Кто вам мешает создавать свои собственные стандарты? Пусть лучше другие гоняются за вашими. Сбросьте свою внутреннюю важность и отпустите себя. Вы не обязаны соответствовать и следовать чужим стандартам. Всегда нужно отдавать себе отчет, что важность нужна не вам, а маятникам. Когда всем разумом полюбите свою душу, внешнее намерение само перенесет вас на линии жизни, где вы будете с собой удовлетворены в полной мере. Если несмотря ни на что понравитесь себе, вам удастся раскрыть достоинства, о которых раньше и не подозревали. Когда ваша мысленная энергия будет излучать удовлетворенность с собой, внешнее намерение подхватит вас и перенесет на линии жизни, где действительно есть чем гордиться. В одной из заповедей говорится «возлюби ближнего своего, как самого себя». Все почему-то обращают внимание на необходимость любить ближнего. Но в заповеди подразумевается, что любовь к себе имеется изначально. Оставьте игру, навязанную маятниками, и начните с этого дня любить себя. Купите свое любимое лакомство и устройте праздник. Заботливо ухаживайте за собой. Если сейчас у кого-то возникла мысль, что это призыв потворствовать своим слабостям или дурным наклонностям, то это не так. Эта возникшая мысль как раз может быть отголоском демагогии маятников. Вы и сами понимаете, что означает любовь к себе. А слабости и дурные наклонности в человеке индуцированы как раз маятниками.